Итак, дают команды на табличку судьям и сейчас состоится процедура старта. Итак, 15 секунд до старта первого заезда. Класс спорт! Чемпионат МФР! Третий этап! Итак, замерли гонщик, 5 секунд до старта и старт! Итак, Красников вырвался вперед. У нас холл-шот. В последнее время этого спортсмена на втором месте Орешков. Итак, совсем недавно этому парню у нас 30 лет стукнуло. Восьмикратный чемпион мира в личном зачете, заслуженный мастер спорта Николай Красников. Уфа, Башкортостан. Это президент! Это президент Мотофедерации Башкортостана! Лидирует у нас на всякий случай, собственно говоря. Он молодой, титулованный организатор мотодвижения в Республике Башкирия. Осваивает. Он так серьезно тоже, говорят, что он на снегоходе. Вот что, он первый год же ездит. Он говорит, надо попробовать самому. Мы хотим серьезно заняться этой темой. Тоже сделать детскую школу, там и взрослую. И, в общем-то, вот сейчас для телезрителей повтор старта. Мы видим, как, собственно говоря, без фальши старта. Полшот в исполнении Красникова. Итак, вот первый круг у нас завершает. На втором месте Павел Орешков, гонщик из Нового Рингоя. Команда «Факел», призер юниорской молодежки у нас. Призер у нас этого года спринг-кросса в Ярославле. Классе спорт. Павел Орешков, в общем-то, призер соревнований в Малиновке. То есть они с Нового Устья назывались. Контрикросс с Нового Устья в субботу проводились. Но, к сожалению, в командном зачете «Факел» там был дисквалифицирован. Они не все точки прошли по трассе. В итоге, после решения судей, их дисквалифицировали. Итак, лидирует у нас 117-й стартовый номер. Николай Красников на линксе у нас достаточно уверенно. Две секунды он у Орешкова выиграл. Итак, 117-й номер «Красников». 117-й номер «Красников», 77-й Орешков, 43-й «Воробьев» Алексей на третьем месте. Если младшему «Воробьеву» в «Бэби-сприте» выиграть удалось, то старший сейчас на третьем месте. За ними 49-й номер «Колотовкин», 990-й «Бухвостов» и 431-й «Вадим Сергеев». Замыкает шестерку «Гонщиков» класса «Спорт». В рамках третьего этапа чемпионата Моциклетной Федерации России. Лучший круг гонки минута 05-333 в исполнении. Красникова у нас у Орешкова минута 05-945. Остальные медленнее. 06-й «Хвоздиком» идут «Воробьев» с «Колотовкиным» и помедленнее остальные участники. 10 минут заезд у нас идет. Четвертая минута. Разрыв достиг между линерами 2,97. Ну, практически 3 секунды. Медленнее «Красников» прошел, но тоже 05 с «Хвостиком». Итак, на третьем месте «Воробьев» старший, сын которого приз получил от Деда Мороза. Гонщик из Кировской области, поселок Слободской. Призер серебряной спринт-кросса в Ярославле в категории «Спорт». В классе «Спорт» он выиграл Кубок России. В прошлом году был вице-чемпионом Приволжского федерального округа. Ну и различные у него успехи на мотоциклах. В классе «Оупен-2» он призер ПФО у нас, участник чемпионата России и так далее, и так далее. Итак, Алексей Воробьев, «Аппельс Рейсинг Партс» Киров. Круха и лучшее время круга. Минуту 0,5-127 освоил. У нас он, похоже, снегоход из трассы исправился. Да, это времена медленнее. «Спорт» у класса взрослый, но весьма достойное время. Я думаю, что Николай и в классе «Суперспорт» далеко бы не последним там был. Все-таки навыки ледового гонщика на шипах сказываются. Там скорость, там, дай бог, у них средняя скорость достигает 110 км в час по ледовому овалу. Поэтому они практически не сбрасываются в повороте, просто залабывают мотоцикл, кладут на 4-сантиметровых шипах и, собственно говоря, выходят с поворота так же. И эта тактика позволяет ему и на снегоходе. Хотя его не положишь, конечно, снегоход. Другая техника, все-таки одна гусеница, две лыжи. Но, тем не менее, в общем-то, какие-то общие вещи, мотор, мощность, двигатель и скорость, их объединяют. Итак, в классе «Спорт» лидирует заслуженный мастер спорта Николай Красников. ЦТВС «Уфа». Орешков 4.8 отстает, Воробьев 8.9. Колотовкин. 15 с половиной секунд. Ну, подрастянулись гонщики. В этом классе у нас два заезда будет проведено. И победитель сможет заработать 50 очков. Пока виртуально у нас Красников добавляет своим 50, из Ижевска добавляет еще 25. Красников еще быстрее. Минута 0.4. 901. Седьмая минута заезда. Скорости у «Оксайдера» падают, собственно говоря, растут отставания. Как бы сейчас круговые уже не появились на трассе. Кстати, Воробьев сейчас идет быстрее у нас. Ну, правда, совсем на чуть-чуть, на три десятых секунды. И может побороться за второе место при определенном раскладе. На четвертом месте 49-й стартовый номер Павел Колотовкин из ТК «Ультиматум». Это младший. На первом этапе отец выступал. Ну, Паша, у нас ему 21 год. Он входил в топ-10 на молодежном первенстве России, гонялся. Потом выступал в чемпионате России. И уже тоже гонщик из Альметьевска. Из ТК «Ультиматум» Альметьевск-Татарстан. Две с половиной минуты осталось до окончания контрольного времени. Затем у нас будет два круга последних. Итак, 117-й номер «Красников», 7-й «Орешков», 43-й «Воробьев». Лидеры заезда класса «Скор». Сергеев уже круг проигрывает, но Вадим Сергеев здесь... У него 431-й, переделанный номер, там единичку не очень хорошо видно. Пирова, любитель. Кстати говоря, Вадим Сергеев, четвертый на чемпионате ТОП... У них свой чемпионат. Бухвостов, кстати говоря, у нас серебряный призер. Татарстанный бронзовый призер трофея, который в Альметьевске проходил в прошлом году. Алексей Воробьев в прошлом году выиграл у нас «Снегоход Спорт» Кубок России. Вторым был на ПФО. Ну, сейчас чуть темп упал у гонщиков, в общем-то. И сейчас самый быстрый «Орешков». Причем «Орешков» сейчас лучший круг для себя ставит. Минута 0,4-900... И разрыв меньше двух секунд. Итак, «Орешков» сейчас присутствует... Лидера Красникова. Последняя минута идет контрольного времени. 117-й или 77-й. Все-таки в рядовом спидвее у нас... Круг-то 400 метров и 4 круга. А здесь там 10 плюс 2. Это порядка у нас получается 13 минут. Да! Борьба за лидерство! Павел Орешков навязал борьбу. Похоже, Красников рано успокоился. И сейчас вот он оглядывается, смотрит... У нас Николай Красников смотрит на Павла. Пытается его блокировать. Да! Смена лидера! Вперед выходит Павел Орешков. Факел новой рингой! Не хватило, похоже, запаса, который создал в начале заезда у нас Николай. И Павел Орешков его обогнал. Закончилось контрольное время заезда. Но они успели пересечь, поэтому и внутри круга. Ну, 2,5 примерно осталось на все про все. Кстати, Орешков показал лучший круг сейчас для себя. Минут 04, 913. А у Красников... ...устал у нас гонщик. Вот для телезрителей HDX Stream повтор обгона. Повтор обгона, когда у нас Павел форсировал события. Очень непозадный гонщик такой, в общем, достаточно молодой у нас. Ведь Орешкова, он 88-го года, ему всего 26 лет, собственно говоря. Он просто бросал, как бы несколько лет вообще не выступал. И вернулся уже не в класс суперспорт, а в класс спорт. Но вот этих навыков, приобретенных ранее, хватает сейчас для того, чтобы бороться. Но, тем не менее, Красников тоже сейчас не отпускает Павла. И на последних кругах, я думаю, все решится. Так, два круга показывают этим парням. Вот она. Борьба у нас имеет место быть. Орешков, Красников. Я хотел сказать колесо в колесо, но здесь гусеницы. Гусеницы пытаются сейчас по внешнему радиусу. Орешков, Красников, Орешков пройти, собрался внутрь. И опять смена лидера. На серии волн как-то лучше. Опять смена лидера. Ух ты, сейчас чуть не ошибся у нас Орешков здесь. Снегоход зарылся носом, клюнул носом здесь. Повтор обона для телезрителей. Ну а зрители, воочию, которым здесь посчастливилось находиться на трассе, они все это видят вживую. И так опять Орешков на последнем круге. Паша впереди. Последний круг. Last lap. Павел Орешков и Николай Красников. Один снегоходчик со стажем, другой дебютант снегоходного кросса. Но ветеран, безусловный у нас апологет, мотогонок на льду. Ну что, поравнялись. Ох ты, здесь немножко неудачную траекторию. Красников, но... О, падение Орешков, упал. Вылет Павла Орешкова. Он ставит снегоход на лыжи. Но, по-моему, он проиграл этот заезд. И так Красников, не знаю, спровоцировал на этот вылет. Либо сам ошибся. Павел продолжил гонку. Второе место. Сейчас мы посмотрим, как это произошло. Повтори. Но это не сам момент здесь показывает у нас. Вот сейчас внутрь. И так выигрывает у нас Красников. 117 номер. 43 круговой. Орешков второй. Это даже не 43-й. Там единичку почти не видно у Сергеева. Вот 43-й настоящий. Белый фон, черные цифры. А черный фон, белые цифры. Это неправильно. 43-й, 431-й. Вадим Сергеев. Ну что ж, друзья. Давайте поддержим вас, пролети-смертами наших спортсменов. За то, что они показали нам свой профессоризм. Продолжение следует.